Привет, Верни Камье! Здравствуйте, телезрители! Ценителям российского кино придется еще немного подождать показ фильма «Сердце Пармы», снятый в окрестностях Губахи и Гремячинска, перенесли с апреля на осень 2022 года. Картина «Сердце Пармы» находится в числе самых ожидаемых экранизаций года, наряду с приквелами «Игры престолов», сообщил книжный сервис Литрес. В съемках фильма приняли участие свыше двух тысяч человек. Организаторы обещают, что фильм выйдет на экранах 6 октября. Еще одна кинопремьера переносится. Фильм «Катастрофа одна» в связи с ростом заболеваемости COVID-19 выйдет в свет 3 ноября 2022 года. Фильм рассказывает о женщине, единственной выжившей в авиакатастрофе. Съемки проходили на территории Верхнекамья, а точнее в наших лесах. Приятная новость для жителей Соликамска, Чердени и Кизила. В рамках нацпроекта «Образование» там откроются новые учебные центры «Точка роста». 3D-принтеры, квадрокоптеры, VR-шлемы, мощные вычислительные станции и цифровые лаборатории. Базовое оборудование в центрах. Обучаться в новой среде смогут не только дети местных школ, но и ребята из близлежащих населенных пунктов. Например, в Кизиле учебный центр будет располагаться в первой школе. Там для школьников с 5 по 11 классы будут преподавать математику, информатику и, естественно, научные предметы. А младшеклассники будут осваивать технологию и информатику. В Губахе станет еще краше. Сейчас на портале «Управляем вместе» полным ходом идет голосование за общественные территории, которую благоустроят в 2023 году. Губахинцы выбирают среди трех претендентов. В лидерах новый сквер у физкультурно-оздоровительного комплекса, что расположился между храмом и музыкальной школой. Там планируется обустроить спортивные зоны и зону отдыха. В голосовании участвуют сквер у театра-студии «Доминанта» и общественная территория на проспекте Ленина, около храма. Голосование продлится до 28 февраля. Рубрику «Верхняками сегодня» подготовила Екатерина Зибзеева.